Сегодня поговорим про опускацию на андроиде. Это как бы прикладная сторона будет, а крутая часть презентации будет, я считаю, про ассемблер виртуальной машины андроидовской. Она там будет больше во второй части, а сейчас я объясню, для чего мы это применяли. Как можно догадаться, применяли мы для опускации константа, конкретно строк. Что у нас такое опускация, напомним. Это, можно сказать, если мы что-то опусцируем, мы что-то прячем на видном месте, какую-нибудь информацию, например. И получается информация вроде бы на видном месте, но ее трудно интерпретировать, трудно понять, трудно анализировать и трудно поменять, особенно если этого хочется злоумышленнику, например. Опускация иногда применяется в реальном мире, вот, например, дома бывает также опускация в живой природе, также известная как маскировка. Видите тут кого-то, да? Видите. А вот здесь вот видите? Ну почти, да, антилопа только не гну. Для чего вообще используется опускация? Сразу хочу сказать, что любая опускация, она в принципе рано или поздно ломается. То есть реверс-инженер всегда выигрывает. Но как бы это может занять мало времени или много времени. То есть цель опускации – это заставить его, реверс-инженера или команду реверсеров, потратить как можно больше времени, потратить как можно больше нервов, бессонных ночей, вот, чтобы они, это самое, ну может и выгоду никакую не приобрели в результате взлома. Ну или переключились на другую цель, может. Или если это делает какая-то организация, вот чтобы это им дороже было, чтобы труднее людей было найти. На андроиде, как известно, используется Ява, которая очень легко декомпилируется. Сейчас произведено довольно много декомпиляторов с Явы. Большинство из них open-source, некоторые из них заброшены. Есть closet-source программы, но в общем, как бы я не вижу что-ли большого смысла их использовать, потому что open-source аналоги, они тоже очень хороши. Также есть даже агрегаторы декомпиляторов. То есть GUI, например, canlog.bytecode.viewer, он тут не упомянут. В общем, это такая GUI-программа, которая сразу в нескольких декомпиляторах декомпилирует андроидовский байт-код или Явовский байт-код. И сразу можно посмотреть результаты четырех, допустим, декомпиляторов, сравнить их и так далее. Также существуют другие инструменты для реверсинга байт-кода. Вот хочу особенно отметить APK Tool и SmileyBugSmiley, который, в общем-то, интегрирован в APK Tool. На следующих слайдах будут примеры использования APK Tool как command-line приложение. Но также его можно просто интегрировать в другое Ява-приложение, потому что APK Tool написан на Яве и он имеет довольно вменяемый Ява-интерфейс. Ну и open-source, конечно, тоже помогает. Вот пример декомпилированного DEX. DEX — это файл, который содержит скомпилированный байт-код для андроида. Обычно называется классис DEX. Может быть несколько DEX, тогда они там называются классис 2 DEX, классис 3 DEX и так далее. Вот без опускации мы получаем довольно вменяемый код. Если мы сравним, например, с декомпилированной просто программой, которая на C была, допустим, написана, и мы скомпилировали и декомпилировали, то будет гораздо хуже. И декомпиляторов от C очень мало, особенно качественных и особенно open-source. А для Ява, в принципе, неплохо. Поэтому реверс-инжиниринг андроид-приложений без дополнительной защиты, он, в общем-то, для опытного реверсера не представляет большой проблем. Также поэтому часто используют ProGuard. ProGuard как бы помогает, но как-то помогает, не полностью. То есть мы все еще видим много довольно осмысленных имен. Видим также строки и константы целочисленные. Естественно, видим функции, которые унаследованы от стандартных андроидовских классов. Это как-то вот… Эту проблему, может, и не решить. Но пока что вроде никто не решил. И сегодня мы поговорим об… То есть опусцировать можно в программе много всего. Сегодня поговорим про опускацию вот именно константы через переписывание ассемблера андроидовской виртуальной машины. Почему, значит, важно опусцировать строки? Потому что они, опять-таки, могут дать реверсеру много информации. И иногда вообще там пароли в них… Ну, там не все, конечно, обычного пользователя. Свой пароль. А, значит, о чем… Какие мы приложения имеем в виду? Например, типичный такой бизнес-кейс – это есть приложение там банк-клиента, мобильное для андроида. И мы хотим его защитить от модификации. Как правило, злонамеренные модификации. Как известно, на андроиде там, конечно, есть электронная подпись, АПК-пакетов ключами, но можно же, как сделать, довольно легко. Можно, значит, скачать правильное приложение, вот декомпилировать его, как было показано на предыдущих слайдах, немножко поменять, скомпилировать обратно, вот, и опубликовать под другим аккаунтом в Play Store. Google, может быть, когда-то там найдет эту подмену, ну, не скоро, вот, и получается другим каким-то обманным путем заставить жертву установить эту программу. Мы также делали такой демонстрационный ролик для YouTube. В общем, что там было-то. Мы установили ложный Wi-Fi hotspot рядом с заправкой Tesla. И, значит, люди туда подключались, и, значит, им выдавалась реклама, что вот, типа, поставьте вот это вот приложение, и вам скидку на гамбургер там дадут в соседней кафешке. Ну, да, может, в мысе там тоже бы сработало. Вот, ну, и получается, человек ставит такое вот приложение, оно использует, например, какую-нибудь известную там дыру в андроиде, а, как известно, ну, многие андроид-телефоны, они там патчатся, вот, как вчера тоже было упомянуто, в течение там года, вот, китайские там вообще это самое не патчатся. Вот, в общем, на очень многих телефонах есть все-таки дыры, к сожалению. А также не будем забывать про этот самый Broadcom на high-end телефонах, которые там Broadcom чип там тоже, да, можно там поломать, если просто Wi-Fi включен. Вот, а почему-то вот, я, насколько знаю, этот баг так и не пофиксили. На Apple, кстати, пофиксили, на андроиде что-то тянут. Наверное, очень сложно. Там именно в прошивке Wi-Fi чипа дырка. Вот, и, значит, через какую-нибудь дыру, получается, можно взять контроль над тесловским приложением, в котором там уже, например, пароль введен. И Tesla-приложение может использоваться для разблокировки Tesla и, собственно, зажигания. И можно таким образом даже машину угнать. Вот, одно из как бы применений. Вот, так что, как бы, приложения такие вот важные, как вот, ну, для Tesla или для банк-клиента лучше защищать и лучше их делать максимально трудными для реверс-инжиниринга. Вот, ну, как вы видите тут на слайде, сроки могут довольно много содержать разные чувствительные информации, в том числе, а, и ее и поменять потом можно, да, вот, то есть, интегрити хэши, там чуть что можно поменять. Ключевые слова протоколов могут дать информацию о протоколе, который используется для связи с сервером. Вот, старые версии протокола могут быть использованы для даунгрейда протокола, на предыдущую версию, которая менее защищена, например. Вот, ну, и также остальное, вот, секретные урлы часто попадаются. Так что, как бы, проблема есть. Вот, и, значит, как обычно это делается? Вернее, обычно это вообще никак не делается, да, то есть опускация не применяется. Но есть некоторые продукты, которые используют опускацию только на уровне Ява. Например, это DexGuard, который выпускается с той же компанией, что и ProGuard, но DexGuard платный, и, значит, он заменяет строку на вызов функции, которая эту строку возвращает. Функция реализована на Яве, то есть, например, была строка вот такая вот, так, перескочил, и, значит, вместо нее вот такая вот функция. Вот, выглядит как бы страшно на первый взгляд, но в реальности легко ломается. Вот, например, два урла, которые описывают, как там один раз взломали, да, потом в DexGuard улучшили защиту, ну, второй урл там второй раз взломали эту улучшенную защиту. Вот, почему, как бы, легко относительно так происходит? Потому что, как мы увидели на предыдущих слайдах, Ява все-таки легко декомпилируется, и, ну, можно посмотреть, как эта опускация работает и снять ее. Значит, что можно сделать лучше? Можно не оставаться на уровне Явы, а также использовать более низкий уровень нативного кода, который гораздо, гораздо труднее реверс-инженериться, и для которого уже за многие годы разработано много инструментов, там, опускации, там, шифрования, всего такого. Сейчас, как бы, ну, с платформы с зависимостью, в общем, да, как бы большинство этих инструментов, они, в общем, да, как бы даже для Windows, вот, но… Не-не-не, я по целевую платформу. По целевую платформу. Если вы пишете на эти платы, мы должны считывать здесь ясно цветов выполнения. Да-да. Ну, армов уже не так много осталось. Надо сделать 3-4 АПК-шнили? Не-не-не, не обязательно. Можно несколько библиотек под все платформы упаковать в один АПК. Можно сделать несколько АПК, да. Это, как бы, если хочется сэкономить, как бы, размер АПК. И нам в этом, для связи между Ява и C++ нам, конечно, поможет GNI. Если кто забыл, GNI – это Java Native Interface, и он позволяет вызывать C из Явы и Явы из C. Ну, и, соответственно, C++, естественно, тоже. GNI доступен как для десктопной Явы, так и вот для Андроида. Там одна и та же технология. И, значит, что мы можем сделать с помощью GNI? Мы можем убрать функцию, которая выдаст нам строку, например, в нативную библиотеку. Нам не надо… Вот сейчас официально поддерживаются 4 архитектуры на Андроиде. Там 2 32-битные и 2 64-битные. И еще есть несколько деприкейтед архитектур. Несмотря на множество архитектур, мы, в общем-то, нам не обязательно писать 4 раза этот код на C++. Можно один раз написать, скомпилировать под каждую архитектуру или под каждое ABI, как это у них называется. Значит, да, можно, получается, поместить функцию в библиотеку, которая будет возвращать строку. А можно сделать по-другому. Да, то есть это будет в Яве выглядеть вот так. То есть добавилась одна там функция и добавился ее вызов. А в этом самом, ну в C++ как бы тоже не очень сложно будет. Вот, можно сделать по-другому. Можно в нативной библиотеке сделать функцию, которая заталкивает данные как бы в Ява класс или в Ява объект. То есть лучше, в принципе, комбинировать эти два подхода, ну чтобы там, опять-таки, атакующему больше проблем создать. Для того, чтобы заталкивать данные в Яву, нам нужно будет поле. Ну, например, вот строковое поле вот такое. И туда с помощью вот примерно такого кода можно затолкнуть строчку. Эти все строки, а также там цифры можно заталкивать. Их там можно зашифровать, там шифрованный файл какой-нибудь убрать и, например, пароль обфусцировать, который будет зашит в библиотеку. Ну, про библиотеку я еще потом скажу, что можно сделать. Про обфускаторы нативного кода. Есть коммерческие, есть вот open-source такой OLLVM, который сокращенно, в общем, O это обфускатор, да, обфускатор LLLVM. То есть это как бы, в общем, версия компилятора, там, C-Lang и LLLVM, которая делает опусцированный код. Слишком увлекаться, вот как бы, там есть много разных ключей для разных видов опускации. Слишком увлекаться как бы не надо, потому что при сильной опускации очень замедляется код. Поэтому лучше только там критичные вещи опусцировать, а остальное, ну, обычным компилятором компилировать, потом вместе все линковать. И, значит, вот как бы начинаем про вот этот вот ассемблер именно говорить. Есть такая штука с Mali называется. Это как бы, смали, это язык, в общем, ассемблер, ассемблер виртуальной машины Android. С помощью вот apk-tool, которая была упомянута на предыдущих слайдах, можно распаковывать apk, декомпилируя dex в смали, а также можно собирать apk обратно, ну, соответственно, компилируя смали в dex. И смали выглядит вот примерно вот так вот. То есть это такой объектно ориентированный ассемблер. Да, вот есть вот глаз, да, вот описание, есть методы. Ну, тут на слайд не попало тело методов, вот поля есть. Похоже как бы на Яву, ну, описание похоже на Явы, код сам не очень похож на Яву. Также часто используются, ох, да, разные системы нотаций. То есть вот в Яве вот такой вот обычно через точечку пишется, да, и без L, и без точки запятой. Здесь часто такая нотация, ну, всего три нотации применяются. Получается с точечкой, со слэшами вместо точечки, и со слэшами плюс L в начале, и, блин, это самая точка запятой в конце. Не знаю, зачем они так сделали, но, может, три отдела работали над разными нотациями, там, в Sony или в Oracle. Ну, в общем, как бы есть такая штука. Это, значит, пример, собственно, методов уже с телами. Здесь хочу обратить внимание, значит, на locals. Это обозначение, как бы объявление числа локальных переменных, которые в этой функции используются. А p — это параметры. Получается v0 и так далее. А, ну тут только v0 есть. v0 — это первая локальная переменная, p0 — это первый параметр, если он есть. А, первый параметр, не, p0 — это, по ходу, сам класс. А p1 — это первый параметр, собственно, который метод передается. То есть машина виртуальная, она как бы без стека. То есть вот, вернее, есть стек вызовов, но нет стека данных. Обычно, если у нас какой-либо нативный Android, то там вот есть регистры, есть стек. Здесь как бы есть… ну стека как такового нет, нельзя там push-pop делать. Есть вот локальные переменные, они выполняют роль регистров. Можно их, по-моему, в одном методе там 255 иметь или 256. Вот так вот. Ну вот такой вот с Mali. Как бы я сам удивился, когда узнал, что вот бывает ассемблер для виртуальной машины андроидовской. Ну вот он есть такой немножко… ну да, особенно типы тут запутаны. Там стрелочка, да, после точки запятой. А вот это вот, например, конструктор в угловых струбочках. Есть еще статический конструктор, он там CCL init называется. И, значит, получается, мы можем декомпилировать байт-код из DEX в SMALI. А значит, мы… у нас как бы SMALI этот есть, и его можно довольно, но сравнительно легко переписать. Вот. Как бы поначалу это выглядит как какая-то безумная идея. Как же так? Вот. Но на деле получается, что это не так уж и трудно. Вот. И сейчас я покажу примеры, как выглядит переписанный код. Сам сначала… ну, допустим, у нас есть поле. Самый легкий пример, это, по-моему, это когда мы заталкиваем данные в поле просто. Вот. То есть начальная ситуация до опускации. У нас есть строковое поле. Там просто со строкой. Там кто угодно ее прочитать может. Вот. И мы, значит, ну, соответственно, из сиртного кода заталкиваем данные туда. До опускации у нас код выглядит так. После опускации вот так. Поменялось, вон там вот была строчка, а стал нул. Вот как бы диф очень простой. Также вместо смайли можно вообще-то было бы переписывать сам байт-код, но это сложнее и менее наглядно. Сейчас при переписывании смайли можно там диф посмотреть, можно там проверить, там баг у тебя есть, нет, правильно переписал, неправильно. Дальше бывает, что у нас поля нету, а строчка просто переменной присваивается. И тоже хотелось бы нам ее убрать из как бы ява кода. Но поля нету, что же нам делать? А мы возьмем и создадим поле. То есть у нас до опускации, например, было так. Этот код, он присваивает первой локальной переменной строчку там super secret. А мы его поменяем вот на такой код. То есть мы добавили поле и добавили функцию, которая из этого поля будет в строчку. Но в это поле, естественно, кто-то эту строчку должен поместить. Вот диф, соответственно, будет такой. Добавили поле, добавили вызов. И также можно сделать, собственно, вызов просто функции из сишного кода. Это, скажем так, ну это, наверное, легче всего сделать, но это и легче всего атаковать. То есть будет описание функции в яве, она будет соединена с нативной функцией, которая вернет строчку. То есть был код вот такой, так стал такой, и диф получается такой. То есть добавили эту функцию для получения строки. Она даже может быть в другом классе. И добавили ее вызов. И нам даже не пришлось увеличивать количество локальных переменных. Тоже здорово. Так, это я туда верчу или не туда. Вот, соответственно, во всех этих трех случаях у нас константы секретные полностью пропадают из ява-кода, из байт-кода в том числе. Естественно, не обязательно делать целую, добавлять функцию на каждую строку. Можно сделать одну такую функцию или несколько, которые будут передаваться идентификатор этой строки. Идентификатор может быть тоже любого типа. Там самое простое число передать, но можно, например, другую строку передать. Можно вообще объект какой-то передать. Соответственно, если нужен параметр, нам придется уже увеличить количество локальных переменных, чтобы у нас получился регистр для хранения идентификатора. И в результате, после применения такой опускации, данные полностью исчезают, как и сказал, из байт-кода. И это, по-моему, очень круто. У нас, например, они в шифрованный файл помещаются и расшифровываются там, когда надо. В памяти тоже долго не висят, потом чистятся. Немного очевидных советов. То есть, естественно, надо имена вот этих функций, которые нам помогают эту чувствительную информацию получить, как-то тоже не называть там getOpFusString, а как-то помудреннее назвать или использовать ту же опускацию имен через прогарпель или еще что-нибудь. Можно их раскидывать в другие классы, эти функции. Также можно использовать… Это как бы такие очевидные легкие способы прятания или защиты самого механизма. Потом я еще расскажу про более навороченные, что можно сделать. Это как бы от капитана очевидность немножко слайд был. Что можно еще сделать посерьезнее? А, как я сказал, да, комбинировать. Сейчас, сейчас. Самая вот хорошая такая вещь, что можно сделать, которая делается легко, это не экспортировать вот эти вот функции из нативной библиотеки. Вот как это делается, да? То есть их вместо того, чтобы экспортировать, их можно регистрировать с помощью сикода. А сикод этот может выполняться при загрузке библиотеки. Там есть такая функция g9unload. А, соответственно, когда у вас уже должен… ваш код выполняется, то статический реверс инжиниринг или статический анализ, он невозможен, приходится использовать динамический. И если ваш код выполняется, вы уже можете опять-таки какие-то проверки делать. Проверку на репэккейджинг АПК, например. Какие-нибудь другие интегрити чеки. И, соответственно, ну, то есть атакующий, например, хочет подгрузить библиотеку и там повызывать функции, достать все данные. В идеале он не должен смочь даже загрузить библиотеку. Вот она как бы крэшнется на попытке загрузки. Потом он хорошо, ладно, там это додумается, почему она крэшится. Вот потом загружает. А опять-таки он эти функции не может вызвать, потому что они не были экспортированы из библиотеки. Как бы это самое такое простое, что можно сделать. Довольно эффективно. Есть разные методы. Там можно, ну, так как у вас уже есть какое-то управление, можно ложные данные возвращать при обнаружении атаки и так далее. Можно, там, если есть интернет, вообще там на сервер к себе послать информацию, что вот меня атакуют. Также желательно, конечно, использовать средства защиты в комплексе. Ну, как я и сказал, что при попытке загрузки библиотеки мы, например, проверяем, не запущены ли мы под дебаггером, а запущены ли мы вообще на андроиде. Или как бы это взяли нас на линуксе, попытались загрузить. А что у нас за АПК? А, нет АПК? Ну, до свидания, тогда крэшемся. Если есть АПК, то как бы какой он там? Нужным ли ключом подписан тогда? Ну, это тоже, но как бы в принципе нативная библиотека для андроида, она же просто для линукса. Спасибо, понял, понял, понял. Спасибо, sorry за вопрос. Вот, так, ну это где хранить, собственно, данные. Можно в библиотеку там их опустировать, можно в шифрованный файл, можно там часть там, часть там. Ну все, спасибо. Спасибо. Do we have any really brief and short questions? Because dinner is waiting and, or maybe lunch. One question, please. Oh, no. Изначально было сказано про то, что планируется защищать такие приложения критичные, как интернет-банкинг. Я вижу, что техника защиты сработает для приложений, которые полезны сами по себе. Допустим, офисный пакет. А вот в случае с интернет-банкингом тут с головой хватит обычного кейлогера, который можно подсунуть этой АПК, через которую был получен root. То есть атаковать можно не приложение? Как бы да, но это будет другая атака, и для нее будут другие методы защиты. Собственно, в этой библиотеке, которая нативная будет погружаться, там можно проверить на кейлогер. А кейлогер еще в андроиде просто так не установишь, там надо его зарегистрировать в списке кейлогеров и включить. Атаковать можно не это приложение? Не расслышал? Народ, давайте там потише, уважайте как бы вопрошающего. Я не расслышал там последнее что-то. Атаковать можно совсем другое приложение? Допустим, ту же самую клавиатуру? Можно, да. Да, можно даже свою клавиатуру установить. Просто как бы это все равно будет заметно в системе. Ну и в общем, как я говорил, да, это как бы другая атака, и для нее другая защита, что ли. И второй маленький вопрос, вы его коснулись. Что если лезть напрямую в память? У нас уже все равно вроде как получен root тем самым приложением. Ну опять-таки это другая атака, и для нее тоже другая защита. То есть надо проверять на root. В общем, наша библиотека это походу делает, если что. Также от этого всего тоже можно, ну как бы можно атаковать защиту от root, да. Но это уже как бы сложнее. И для этого, как правило, нужна что ли специальная среда, там специальный эмулятор. Ну что опять-таки увеличивает входной порог для взломщика. Ну и там ресурсы потребляемые. Коротенький комментарий. Наверное, все-таки вопрос абсолютной защиты от всего, он несколько выходит за тему доклада. В самом, пожалуй, грамотном в техническом и линуксовом плане киберпанке. Это роман Брюса Стерлинга «Зенитный угол». Если что, я его только что пропиарил. Описан взлом сервера на OpenBSD посредством битья админ табуреткой. Что интересно, админ был индус. Вот. Поэтому есть очень много способов, которые выходят за рамки текущего доклада, и тем не менее позволяют что-нибудь сломать. Поэтому давайте попробуем не мучить вопросом, как защитить от табуретки админа сервера банка. Коля. О, Костя, господи. Ничего, я запомнил, что я Коля. Короткий вопрос. Ваш прилаг, когда видит, что Android рутованный, работает или не работает? В какую категорию вас отнести? Это как в конфиге. В общем, настроить можно в конфиге. Можно как бы крышиться. Так нет, вопрос. Вот конкретно ваш прилаг. Если я стою на телефоне, а телефон я рутанул, она не будет работать или она будет работать как нормальные программы? Очень часто не будет работать. Ну, значит, понятно. Ну, увы. Все догадались на поведение. Там вот как бы суровая реальность. Мне это тоже как бы не очень нравится. Но банки очень часто ставят такие требования, что вот мы не работаем на руководных телефонах. Да, подходит. Ну, не, ну как бы чтобы защитить типа от реверс инжиниринга, они говорят, ну как бы вот как сайт эффекты от пользователей. Вопрос про опускацию Java кода. То, что у меня вопрос, не может ли во время выполнения Java кода JVM сама соптимизировать код так, то, что все наши опускации, они просто пропадут. Они просто соптимизируются. Не все, ну не все, а хотя бы часть. Например, банальный вызов функции он заинлайнится. Я не знаю, работает ли в Java инлайнинг. Без понятия. Ну, теоретически может. А практически? Ну, как-то… А практически мусора останется достаточно, чтобы испортить жизнь реверс инжинирингу. Ну, как бы да. Ну, вот, кстати, я замечал такой эффект для C-компиляторов. Нет, для C-компиляторов это понятно. Я менее продвинутый технологий. В плане оптимизации. Ну, там может и быть, но я считаю вероятность этого намного меньше. Также как бы еще хороший сайд-эффект, вот такой что ли опускации и как бы выгребание всех данных полезных из Java, это в том, что нельзя просто взять и выкинуть вот эту нативную библиотеку, в которой тоже много всего полезного. Ну, потому что как бы там программа бесполезная, внезапно станет. И на этой жизнерадостной ноте мы зададим еще один вопрос, черт его побери. Я сажусь. Надеюсь, меня не убьют кубиком. Кидай прямо сюда. Хорошо. Успел. Я правильно понимаю то, что если мы не спрячем в конце концов в какие-нибудь сроки какой-то зашифрованный файл, который будет где-то рядом с ходом лежать, то просто натравив обычную тузу strings, которая будет распознавать какие-то паттерны всяких разных кодов и так далее в приложении, мы все равно получим, ну там, обфусцировали мы, обфусцировали, да не обфусцировали, все равно мы через strings получим вот этот вот какой-то текст. Если он не лежит в соседнем файле, который там зашифрован солью и так далее. В общем, если все делать хорошо, то не получите. Ну то есть я как бы стрингс, против стрингс вообще элементарно защититься. Есть разные способы опускации вот как бы массивов или строк, ну и в C++ тоже. Можно хранить там, например, вот эту данную в именах темплейтных типов C++. Вот особенно там, ну начиная там с C++11, это еще более возможно. Ну по-моему, даже C++113 как бы можно извратиться. Также существует тут как бы много способов. Ну strings это вообще как бы ни о чем что ли. И на этой жизни радостной ноте, что strings ни о чем мы говорим. Докладчику большое-пребольшое спасибо.